Всем привет, с вами канал Всю Китай и обещанного видео по установке и настройке батасеры с нуля по всей видимости не будет. У меня банально не хватает свободного времени, а с каждым днём его такое ощущение, что становится всё меньше. Но выход из ситуации я всё-таки нашёл. Это снова обзор батасеры, но ближе к концу видео я расскажу как и где вам скачать готовое настроенное решение. Короче, внутри вот этой посылки находится жёсткий диск, именуемый китайцами как Kinghank Portable HDD 500G, где 500 обозначает память, он на 500 гигов. Никакой брендированной коробки и прочего здесь нет, просто он приходит в коробки из-под корпуса для портативного использования. Вот собственно что есть внутри. Небольшая инструкция с описанием того, как всё это дело запустить, USB кабель, чтобы подключить жёсткий диск к компу и конечно же сам жёсткий диск в корпусе. На наклейках даже бренд указан. Что сразу бросается в глаза в отличие от прошлых жёстких дисков с ретроэмуляторами и играми, этот как будто бы не выглядит новым, местами потрёпанный и явно со следами использования. Купил я его кстати на Алиэкспресс всего за 1600 рублей. Сейчас он у этого продавца, у которого заказывал я, стоит рублей на 200-300 дороже. Но на самом деле мне удавалось найти этот жёсткий диск в других лотах и за 1400 с небольшим. Короче я несколько ссылок оставлю, или можете попробовать по названию найти сами. Это я к тому, что по всей видимости такая цена как раз из-за БУ жёсткого диска, но в описании я такой информации не нашёл. Да и в принципе не суть. Главное, чтобы он работал. Хотя если это видео вышло, значит всё хорошо. Чтобы этот жёсткий диск запустить, нужен ПК, способный загружать тот же Windows. Это для тех, кто вечно хочет, чтобы эти эмуляторы запускались на телевизорах или ТВ-боксах. Я в этом видео буду тестировать и всё показывать на мини-ПК Geekom Mini Air 11. Этот мини-ПК максимально бюджетный и созданный, наверное, для каких-то офисных задач. Ни о какой видюхе речи здесь тоже не идёт, только встроенное видеоядро. Я так вообще этот мини-ПК использую как ТВ-бокс. Тем не менее, для многих ретро-платформ хватит и этого. А как на твоём ПК будут работать те же самые игры, зависит только от мощности твоего ПК. Думаю, что с этим понятно. Ну и в идеале иметь геймпад. По сути, любой контроллер, способный работать на ПК, будет работать и в бата-серии. Причём, если на компе и Bluetooth есть, то можно подключить и Bluetooth-геймпады. Я же буду использовать в большинстве платформ, уже измученный временем и моим пользованием, геймпад EasySMX ESM9101, который работает от своего USB-донгла. Для Sega игр у меня есть вот такой вот 8BitDo M30. Ну и в принципе всё. Осталось всё подключить и, соответственно, запустить. А нет, ещё один момент. До запуска системы я решил его ещё проверить на наличие ошибок и вообще, сколько он был в пользовании. Только вот китайцы всё потёрли. CrystalDiskInfo показывает, что он включался до меня всего 8 раз и проработал всего-то навсего 4 часа. Но это, видимо, время, пока сюда заливался готовый образ с бата-серой и играми. И есть ошибка с переназначенными секторами. Но диск вроде бы работает, да и файлы на нём есть. Так что всё-таки погнали тестировать. Ещё одно важное замечание. Этот диск является загрузочным. И для его запуска Винда или какая-то другая система не требуется. Бата-сера работает сама по себе. А вот для того, чтобы в неё загрузиться, необходимо зайти в BIOS и либо поставить приоритет на загрузку с USB. Либо, когда нужна бата-сера, а не обычная Винда, открывать меню загрузки и выбирать запуск с USB диска. Сложного, в принципе, ничего нет. Ну а дальше грузится система. Буквально минута на загрузку, потом ещё примерно столько же на фирменную заставку Кинханка, которые вкрячили её сюда. И теперь комп, ноутбук, моноблок и так далее из ПК превращается в самую натуральную суперконсоль. Только мощность этой консоли зависит не от неизвестного чипа, который всунули китайцы, а, повторюсь, от твоего ПК. В остальном же это тот же самый эмуэлик, с которым точно знакомы постоянные зрители моего канала. Разве что платформ тут поддерживается немного побольше. И есть такие многим интересные консоли, как PlayStation 2 и PlayStation 3. А что ещё больше удивило, есть даже эмулятор свитча. Собственно, все платформы сейчас на ваших экранах, вместе с количеством игр для каждой из них. Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы начать играть, нужно сюда подключить геймпад. Как бы в теории можно поиграть из клавиатуры, но это прям такое себе. А так, втыкаешь донгл от своего контроллера, автоматом открывается окно его настройки, и всё, что нужно делать, это нажимать кнопки, нарисованные и подписанные на экране. В случае же подключения блютуз геймпада ситуация такая же. За исключением того, что в меню настроек контроллера, ну, для подключения геймпада по блютузу, попасть нужно будет с клавиатуры. Дальше настройка производится точно так же. Ну и для подключения геймпадов с нестандартной раскладкой, в моём случае это такой а-ля Sega-овский контроллер от 8BitDo, настраивать его нужно под себя. Я, например, 8BitDo M30 настраиваю по вот этой схеме, там где настройка стиков, просто пропуская удержанием кнопки вниз. И всё, никаких проблем, этот геймпад здесь тоже работает. Теперь по настройкам системы. Для того, чтобы открыть общие настройки, жмём кнопку старт и видим вот такое окно. Первое, что точно стоит сделать, это, конечно же, выбрать язык. Русский, естественно, тут поддерживается. Ну и заодно ещё и часовой пояс можно поменять на свой. После перезапуска системы возвращаемся к этому меню и видим, что всё теперь по-русски. Углубляться прям сильно в настройки не буду, покажу только то, про что чаще всего спрашивают и что, возможно, нужно простому пользователю. Здесь можно подключиться к Wi-Fi, если, конечно, не подключен интернет-проводом, и как обновить систему, только я не рекомендую этого делать и сам не делал. В отзывах у продавца пишут, что после этого возникают разные проблемы. А также можно загрузить дополнительный контент в виде новых обложек и прочего. В том числе можно и темы позагружать и установить что-то более привлекательное, помимо той, что стоит по умолчанию. То есть самому ручками это не надо искать в интернете и добавлять в так называемую консоль. Это можно сделать при наличии интернета прямо из самой системы. Ну и в случае, например, тем, просто выбрать подходящую в настройках интерфейса. Все загруженные темы тут отображаются. Также в этом меню можно произвести игровые настройки. Можно сразу для всех игр задать нужное вам соотношение сторон, разрешение, настроить сглаживание, шейдеры и так далее. Но я рекомендую настраивать каждую платформу индивидуально. Во-первых, тут можно будет выбрать эмулятор, через какой будут запускаться игры. А во-вторых, так вы сможете подстроить соотношение сторон и все остальное под конкретную платформу. По умолчанию у всех игр будет родное соотношение сторон и боковые оверлеи при необходимости. Тут же можно отключить оверлеи, если они вам не нравятся, и вместо них будут черные полосы по краям. А также можно растянуть картинку на весь экран, указав соотношение сторон вашего монитора. В основном сейчас используется 16 на 9. Ну и здесь же есть настройка пропуска кадров для увеличения производительности и все остальное. Короче, при желании все можно настроить под себя. Далее настройки коллекции игр, настройки звука, что, как по мне, очень важно. Тут есть фоновая музыка, которая меня лично напрягает. И ее, соответственно, здесь можно выключить, ну или сделать потише. Ну и есть настройки системы, которые вы видели уже до этого, но только на английском языке. А также тут можно посмотреть версию ботасеры и некоторые характеристики моего мини-ПК. Помимо этого меню, есть еще меню быстрого доступа, которое открывается кнопкой селект. Полезного здесь немного. Включить заставку, которой по умолчанию здесь нет, и эта опция просто приглушит экран. Есть руководство пользователя, красивое и в картинках, но, к сожалению, только на английском языке. Ну и можно перезагрузить или выключить систему. Кстати, тут и очень цивильный поиск есть, с пробелом и со всеми делами. А найденные игры показываются с форматом рома, чтобы было понятно, с какой она платформы. Для поиска же нужной консоли можно еще и вот такую сортировку по алфавиту открыть. Это как минимум будет быстрее, нежели все 82 системы тут пролистать в поисках нужной. Внутри выбранной платформы кнопка селект вызывает уже свои настройки. Тут есть поиск внутри платформы, но чтоб вручную не листать и не искать. Набрал название и вот весь список конкретно с этой консоли по совпадению того, что вы набрали. Можно перейти к играм на определенную букву, опять же, чтобы не листать до нее. Ну, видимо, если название примерно помнишь, а как пишется нет. Эта штука поможет. Есть выбор случайной игры с этой платформы для тех, кто не знает во что поиграть. А самое главное, что здесь есть, это дополнительные настройки. И это все то же самое, что я и показывал в основном меню настроек. Только запуск отсюда в разы проще. Как минимум за счет того, что ты запустил игру, она, например, лагает или артефайчит, сразу вышел, поменял эмулятор, включил пропуск кадров и так далее, и погнал проверять заново. Короче, не надо в списке еще искать свою платформу, а потом все эти действия производить. Тут открываются настройки именно консоли, список которой сейчас открыт. И это очень удобно. Внутри игр, конечно же, есть и свои настройки. В большинстве своем запускается привычный для многих ретро-арч. Причем, видимо, при выборе языка системы, он автоматом тоже стал на русском. И здесь, помимо привычных фишек, типа сохранения прогресса и загрузки его, есть скриншоты, перемотки и вообще куча всего. В том числе есть и разные настройки. Все по-русски, да и тем более и так все настроено до нас, так что вдаваться в подробности не буду. Я, в принципе, ничем тут, кроме сохранения и смены диска, не пользуюсь. Просто нет в этом необходимости. Во время игры в PSP тоже можно открыть такие настройки. Только это уже будет не ретро-арч, а многим знакомый, по крайней мере, кто хоть раз пытался запускать PSP, эмулятор. Здесь, кстати, тоже есть русский язык. И просто невероятное количество настроек на любой вкус и цвет. А вот на платформах типа Nintendo 3DS, GameCube, Wii, Switch, Sony PlayStation 2 и 3 никакие настройки эмулятора не открываются. Так что все манипуляции только в настройках до запуска игры. Во время игры на этих платформах можно сохраняться и так, а выход из игры осуществляется стандартной комбинацией. Кстати, что касается горячих клавиш или быстрых комбинаций, которые поддерживаются бата-серой, то вот они все перед вами. Сохраняйте и пользуйтесь на здоровье. Без игротеста я вас, естественно, тоже не оставлю. У меня уже есть получасовое видео с бата-серой на этом ПК, и, возможно, кто-то из вас его смотрел. А кто не смотрел, ссылка будет в описании, конечно же. Но там не было, например, того же Switch'а. Да и для тех, кто не хочет пересматривать прошлое видео, память будем освежать прямо тут. Только игры, там, где это возможно, буду запускать не те, что были в прошлом обзоре. И от каждой платформы покажу буквально по 3-4 игры, потому что это видео и так уже очень сильно затянулось. Для начала вот вам несколько простых платформ. Просто для того, чтобы посмотреть, как они тут эмулируются, как они выглядят и все такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 3DO, Dreamcast, Nintendo 64 мое, хоть и слабое железо, тоже вывозят. По крайней мере, каких-то глобальных проблем я не заметил. Но, опять же, примеры вот они. И вы сами можете оценить работу этих консолей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Nintendo DS и 3DS тут тоже запускаются и работают, разве что для 3DS по всей видимости нужно мощей побольше, некоторые игры все же подлагивают. Ну и непонятно почему по умолчанию для DS есть оверлей и выглядят они классно, а для 3DS этих рамок нет. Нижний экран и там и там управляется как стиком на геймпаде, так и просто мышкой. Положение стилуса обозначается обычной стрелкой. Субтитры сделал DimaTorzok Nintendo GameCube мое железо уже не вывозит. Во-первых, картинка не самая плавная, во-вторых, проблемы со звуком. Ну а если говорить про более тяжелые игры, то там вообще ужас что творится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чему я сильно был удивлен, это наличием тут эмулятора Nintendo Switch. Я сразу скажу, что я против пиратства актуальных платформ и платформ, которые до сих пор поддерживаются разработчиком. Но эмулятор тут от китайцев есть и есть одна игра, на которой его можно проверить. Хотя мощей явно нужно побольше, но уверяю вас эмулятор точно работает. Далее Xbox. Для него здесь всего одна игра, но как минимум по ней я могу сказать, что этот эмулятор рабочий и игры запускать он умеет. Все остальное, так же как и со всеми платформами, зависит уже от железа, на котором запускать. Но к моему удивлению и на моем мини-ПК эта игра более-менее работает. Теперь про PlayStation. Наверное не стоило первую плойку выносить прям в отдельную категорию, но как есть. Эмулируется конечно же все замечательно и много мощности от девайса для игры в первый PlayStation не требуется. ПОДПИШИСЬ! Со вторым PlayStation ситуация естественно на моем мини-ПК похуже, но все равно вполне себе играбельна. Понятно, что было бы больше мощности, было бы меньше проблем и работало бы все плавнее. Но имеем то, что имеем. Главное, что эмулятор рабочий. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! С PSP дела обстоят тоже сложно, по крайней мере если на стоковых настройках. Простые игры работают вполне нормально, а вот с более тяжелыми и FPS проседает и звук подтраивает. Но точно могу сказать, что и на слабых девайсах можно поколдовать в настройках эмулятора и получить более-менее сносный геймплей. Продолжение следует... Ну и в завершении игротеста Sony PS3. Тут всего одна игра, но к моему удивлению она не только показывает то, что эмулятор тут рабочий, но и сама игра на моем железе работает. Да, совсем не идеально и с низким FPS, но я даже не рассчитывал, что вообще дальше меню смогу загрузиться. Кстати, первый раз эмулятор грузится максимально долго, если будете тестить на слабом железе, будьте к этому готовы. Продолжение следует... Продолжение следует... Как и полагается, сюда можно загружать свои игры. Можно это сделать и по локальной сети, и с флешки игры закинуть. Но, как по мне, самый простой способ это перезагрузиться в винду. Эти два локальные диска в винде, конечно же, отображаются. Сама Батасера находится на одноименном диске, который является загрузочным. А нас интересует второй диск с названием Шара. В нем идем в папку ROMS и видим все платформы. Находим, соответственно, нужную и либо добавляем свои игры, либо удаляем лишние. Никаких манипуляций, прописываний где-либо и прочего здесь не требуется. Так что сложности ни у кого не возникнет. После загрузки в Батасеру, если игры не отобразились автоматически, в настройках нажмите обновить список игр, система заново все просканирует, и загруженные игры точно появятся. Ну и, конечно же, как я и сказал в начале, все это добро можно скачать. Только образ с диска я снял до того, как начал ковырять этот диск сам. Но это я к тому, что язык там русский поставить в системе и так далее вам нужно будет самим. Образ снят в том виде, в котором он пришел от китайцев. А где его можно забрать? Конечно же на Бусти. И не надо там хейтить меня в комментариях. На Бусти будет два одинаковых поста. Один платный за символические 100 рублей, второй бесплатный. И это полностью одинаковые посты. Хочешь поддержать автора видео и по совместительству автора раздачи кружкой кофе? Спасибо тебе большое. Не хочешь или не можешь? Это твое право. Кстати, образ этого диска находится в архиве для уменьшения его размера на загрузку. А вместе с ним есть текстовая инструкция с картинками, как этот образ развернуть на свой жесткий диск. И программа, которой его и разворачивать. Там все максимально просто и наглядно. Так что не переживайте. На этом я думаю, что пора подвести итоги. Насколько я смог, про все рассказал и все показал. Объективно ничего сложного в том, чтобы скачать и залить образ на свой жесткий диск нет. Но в то же время и цена на такой жесткий диск, хоть он и был, вполне невысокая. Ну то есть, если нет желания качать и все такое, вполне можно просто купить такой себе. Стоит разве учитывать, что это явная лотерея и прийти жесткий диск может в куда худшем состоянии, чем мне. Короче, решайте сами. Все необходимые ссылки на покупку диска, на посты на бусте и на все остальное, естественно, будут ждать вас в описании. А вас я жду в комментариях. Пишите, что вы думаете по поводу батасеры в целом, а также по поводу БУ жестких дисков и стоит ли, по вашему мнению, их покупать или нет. Короче, все, пишите, с удовольствием ваши комментарии почитаю. Ну а я с вами на этом буду прощаться. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Телеграм. С вами был Игорь, канал Всю Китай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok